Не потерять членов экипажа и бодрость духа – главные требования для участников соревнований по парусному спорту. В Саратове у береговой линии в Затоне стартовала традиционная регата «Великая Волга». Несмотря на штормовую погоду, до финиша дошли все. За соревнованиями наблюдала Анастасия Синичкина. Детская болезнь. Дом родной. Одним словом, яхта для этих людей стала занятием всей жизни. На юбилейной 15-й регате «Великая Волга» собрались все любители парусного спорта, чтобы в очередной раз поднять паруса, почувствовать ветер и покорить просторы «Волги». Наша гавань такая сложная, течение много, ветер, горы. То есть, соответственно, с опытом только люди здесь уходят. Право от вас, лево от меня. А как их приятного? Стойка, решительная. 18 крейсерских яхт стартуют в первой гонке СМИ. Далее вторая на чердым. В этот раз погода для соревнований, по словам яхтсменов, то, что надо. На «Волге» сильный ветер, а это значит, яхтам обеспечена высокая скорость, а членам экипажа море адреналина. Однако справиться с капризами природы могут далеко не все. Те, кто может хорошо работать с парусами, видите, у них паруса натянуты, а у них так немножко складывается. Их начинает немножко купать, они боятся как бы не лечь. Имеет работать с парусами и командой. Самое главное – выполнять еще команды капитана яхты. Из-за штормового предупреждения программу ограничили только лишь для юных участников регаты. Они проходят укороченную дистанцию. Главное, что на яхте ближе к носу сидеть. И когда необходимо, откренивать стараться. Если в прошлом году дистанция первой гонки участниками была пройдена за два с половиной часа, то в этом из-за сильного ветра всего за 15 минут. Сергей Пискарев приходит в числе лидеров на своей самодельной яхте «Иран» он уже 29 лет. И прошел на ней всю Волгу – от Волгограда до Ярославля. По словам яхтсмена, в этом деле много тонкостей. Профессионализм в первую очередь, но и везение. Потому что был случай, когда весь флот ушел в одну сторону поиска ветра, а ветра не было. Мы ушли в другую сторону. В результате весь флот отстал, а мы пришли первой, только потому что нам просто повезло. Итоги регаты подведут, исходя из результатов всех гонок, учитывая многие аспекты. И все же для судей самый главный – один. Не потерять своих членов экипажей и нормально, в хорошем состоянии вернуться на финиш. Анастасия Синичкина, Олег Захаровский, Алла Хрунова. Вести Саратов.